Живая голова Татьяна, а вы человек душевный, я всегда вижу. Скандалы вас не задевают, вы всегда как бы всех мирите. Я склонна к компрессу. Микрофон чуть ближе. Вы же давно не являетесь журналистом, вы являетесь тренером по журналистике. Я сейчас, нет, почему я сотрудничаю с газетой «Деловой интерес», вот колонку сегодня написала. Но я знаю, что вы пишете теоретические статьи про журналистику, журналы всероссийские. Да, пишу в журнал «Журналистику, медиарынок» и в журнал «Журналист». Я называю это уже преподаванием. Ну да, это преподавание, безусловно. Еще чуть-чуть ближе микрофон. Хорошо. Вот, и вы только что вернулись, Лене рассказываю. Лена, вы прочитали статью «Как же написать читателя?» Про, где Татьяна... Как сохранить читателя. Да, 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 да. Вот где она судила разные газеты России. Это был конкурс 10 лучших газетов России. Я просто подумала, как это надо все было прочитать. Ну это целый июнь прошел. А, то есть за чтивом этим, да? Да, я провела за этим чтением целый июнь. А сначала начнем с наших живых новостей, Татьяна. Вот я как бы давно занимаюсь, вы знаете, этим жанром, который называется медиаккуратовство. Составляю из чужих произведений, из текстов или из видео. А вот здесь составляю из гостей тоже букет. Уже у нас 500 гостей тем за полтора года опять набралось. Вот, любитель букетов я. Понятно. Значит, а как вас что-то задело в этом выпуске новостей сегодня? Да, меня задело несколько сюжетов. Но я скажу о тех, которые меня особенно задели. Значит, во-первых, я считаю совершенно неправильным запрещать завтрашний митинг, который проводят, или два даже, их я вот сегодня посмотрела. Мне кажется, это глупым по меньшей мере. Потому что высказаться людям и дать свою точку зрения, высказать, мне кажется, это очень важно. И то, что, ну как я прочитала, кажется, и у Юрия Боброва или у Касимова, что в места в гайд-парке оказались все три этих места заняты, куда-то хотят отправить на обочину, и завтра выйдут несанкционированы. Мне кажется, это очень глупым со стороны нашей власти, потому что, ну зачем нужны какие-то лишние трагедии, и зачем нужны какие-то лишние задержания. Это то, что вы говорите о моей душевности. Я считаю, что надо стараться услышать людей и дать возможность им высказаться. Это лучший способ найти какое-то решение. И компромисс дарить. Да, и возможный компромисс. Вот это вот первое меня задело. Второе, конечно, меня задело. Это ТЭФИ. Я не все программы по телевидению смотрю, но некоторые смотрю. И то, что стал Владимир Рудольфович Соловьев лучшим интервьюером, мне кажется, что лучше бы назвать это лучшим пропагандистом, а не лучшим интервьюером, мне кажется, что это неправильно. И поэтому я поддерживаю точку зрения Владимира Владимировича Познера, который высказался о том, что вот это... Ведь другая сейчас организация присуждает эту премию. Индустриальный комитет, а не те академики, которые раньше присуждали. Их было гораздо больше. И то есть была большая возможность каким-то образом разные точки зрения услышать. Вот поэтому мне кажется, что... Ну вот я не очень-то хорошо знаю все эти программы. И не всегда мне юмор КВН нравится, и юмор Камеди Клаба тем более тоже нравится не всегда. Вот я уж не говорю про Петросяна, там еще про кого-то. Но дело-то в том, что мне представляется, что этот выбор был все-таки пропагандистский такой, скорее всего. И тут хочу сказать историю. Вот на этом фестивале в Дагомысе, там выбирали нового секретаря Союза журналистов, был Федеральный совет. И когда его фамилия Соловьев, и зовут Владимир. Ничего себе кака! И мне в мою ленту посыпались огромное количество этих вопросов. Какой Владимир? Какой Владимир? Неужели Владимир Рудольфович? Я отвечала, нет, это Владимир Геннадьевич. Другой. И народ немножко успокоился. Как написала Ирина Петровская, Орфей наконец-то спустился в ад. Да, ну вот я не видела Ирину Петровскую, хотя к ее мнению очень прислушиваюсь. Я считаю, что это один из лучших, если не лучший, театральный аналитик. Не театральный, а телевизионный аналитик, который каждую субботу на Эхе Москвы вместе... А каждую субботу на Эхе Москвы делает разбор передач недели. Ну мы годами их слушаем, и смотреть не надо всю эту Эльберду, которую они там рассказывают. Ну я, нет, я кое-что смотрю, надо хотя бы понимать, о чем идет речь. У них обычно на хорошее остается мало времени ближе к концу, а сначала... Ну просто меня, например, смущает то, что стало огромное количество этих политических шоу, и приходят одни и те же люди, и говорят примерно всегда одно и то же. Ну, в общем, вот такая точка зрения. Там еще пропустили сюжет, хочу просто напомнить, там он просто был... Это была международная версия Радио Свободы, видео кадры вчерашних обысков в Открытой России. Да, тут меня больше всего удивило, что журналист РЕН-ТВ показывал своего же коллегу, который лежал, Валеев, кажется, у него фамилия, пресс-служба «Открытая Россия», которого положили лицом в пол, и его коллега снимал своего коллегу и задавал при этом ему вопросы. Вот это мне показалось просто как-то вот жутковато на самом деле, потому что... Вот о чем тут говорится. Но ведь это очень, Татьяна, визуально, да, вот уровень, на который опустилась российская журналистика, которую вы изо всех сил защищаете, потому что вы знаете другую журналистику на местах, а мы-то ее не знаем, мы федеральный говноканал, я их называю, это цитата Матвея Гонопольского, они ежедневно засирают мозги, цитируют Гонопольского россиянам. Ну, я хочу сказать, что, значит, о той другой журналистике я поняла, мы чуть подробнее потом поговорим, что бы я хотела тут сказать. Я вчера прочитала или услышала о том, что появилась такая премия, называется «Редколлегия». Не знаю, слышали вы или нет. Это слышали, Татьяна, может, вы пропустили? Было уже, да? Номинант там одного из месяцов, там три... Миша Данилович, да. Миша Данилович. А и на днях, я там, что не знала, оказывается, там еще денежная составляющая, не такая маленькая. 10 тысяч долларов в месяц. И спонсоров на троих. И выступает спонсором Зимин. Но не Дмитрий Зимин, а Борис Зимин. Да, это... Потому что был фонд «Династия», где был Дмитрий Зимин, и он поддерживал какие-то инициативы. А это его сын, Лебраскин. А это его сын. Ну, я так думаю, точно не знаю, мне кажется, сын. Ну, вот видите, что у нас, как бы, вот, журналистика по гамбургскому счету в общероссийском уровне тоже есть, и премия редколлегии... В небольших газетах. ...для этого и создана. Там, например, было сказано, что сейчас они отслеживают сайты газеты «Парма Новости». Молодая дерзкая газета, которая в конкурсе «10 лучших газет России» вошла в десятку. А вы знаете, как про нее узнал, это же там член жюри Сергея Прохоменко на сайтах, на сайтах, на сайтах. Нет, не только. Он через акцию, значит, где таблички приколачивает к домам людей, пострадавших в репрессе. А, последний адрес, да, он этим занимается. И он был в Кудымкаре, через наш мемориал пермский и так далее. Да, 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 да. Все это вот так вот, понимаете? Да, я вспомнила. Ну и сама газета, конечно, вы видите, дерзкая. Газета маленькая, но дерзкая. И тут я хочу подчеркнуть, что экспертов было много. Тех, которые, ну, как бы читали, вот как я все подробно, их было 10. Ну, там еще были люди, которые по статусу, по-моему, туда вошли. Ну, неважно. И дело в том, что, значит, мнение говорили автономно. То есть вот я сидела месяц, читала эти газеты, и я свои выдвигала, да, своих 10 лучших газет. Кто-то еще своих 10 лучших газет. Причем там были самые разные журналисты. Это, например, был редактор из небольшой газеты из Сухого Лога Свердловской области, Маша Базунова. Она к нам, наверное, часто приезжает на наши самые разные встречи, фестивали. Там был и Владимир Леонидович Костютин, который секретаристой журналистов и лучше всех знает малую прессу, так называемую. То есть вот это очень важно. И если говорить еще о сюжете, который, о местном сюжете, мне очень понравился сюжет о том, что появился сад Пастернака во Всеволодовильве. Просто я в Пастернаке несколько лет назад вела школу журналистскую, и вот тут даже фотография есть там с этими, с ребятишками, но это так совпало, совпало случайно, вот со школьниками этого Александровского района. Вот тут вот мы с ними. И вот то, что делают во Всеволодовильве Владимир Васильевич Абашев и его компания, Настя Фирсова, там Зоя Антипина, ну вот с кафедры журналистики, мне кажется, это очень важно. Это очень-очень важно. Это вот гений места и то, что такой культурный центр там сейчас. И все время придумывают что-то новое. Я хорошо, нехорошо знаю, знаю Татьяну Ивановну Постоногову, учителя школы во Всеволодовильве, которая тоже этим занимается, экскурсию водит по дому Пастернака. Вот мне тоже это кажется очень важным и очень-очень интересным. Елена, вас что за дело эмоционально? Ну вот нехорошо говорить о своих коллегах, да, но так невкусно говорить о культуре города Перми, какие происходят события, но я просто вот, то есть человек говорит в кадре о культурных событиях, но это должно быть так интересно. Люди-то должны пойти, поверить и вообще... Елена, давайте я защищу коллег. Я часто ругаю. Давайте попробуйте защитить. Меня сама ругает уже без конца. Татьяна, обращу ваше внимание, если вы пропустили с вашей командировкой, у нас Юлия Хлобост ушла с Эха Перми. Юлия Хлобост, я считаю, была лучшей на Эхе. Ну, там сейчас другая команда, Вячеслав Дегтярников, он тут рассказывал нам, что будет делать. Значит, и будем смотреть, слушать. Будем наблюдать, как говорит Венедиктов. Юлия Хлобост теперь отвечает, насколько я понял, за утренний канал, полчасовой, аналитический. На РБК. Да, РБК Перми, там тоже команда как-то меняется. Сейчас буду смотреть. Вот, значит, и я считаю, это классная идея. Значит, они называются программой перспективы дня, полчаса утром. Она собирает такие рубрики по три минуты и собрала всех наших культурных, как бы, вот, обозревателей. И пишущих, и пресс-ректорей, и так далее. Они будут там выступать. Очень интересно. Елена, значит, то, что вы увидели, это Павел Катаев. Это просто пишущий журналист о музыке. Да, он так вот пока... Он же не ведущий. Павел Катаев, это музыкальный обозреватель. Он, да, он осветил, что... Юлия Баталина, он самый талантливый, молодой, ее ученик. Ну, возможно. Музыкальный обозреватель. Понятно. Вот, и поэтому пусть учится. А там, и там будут другие, и там будет деловая рубрика у них, и культура, и медиа-обзор будет тоже, Татьяна. Я приношу извинения, и просто у меня это резануло ухо. Это был обзор музыкальных событий? Да, 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 да. Потому что я еще же преподаватель музыки. Я знаю всегда, как надо интересно рассказывать, чтобы эмоции, чтобы захватили. Лена, но вспомните, вы пришли в эфир год назад, и сейчас как вывели. Хорошо, все, договорились. Эфир нужно привыкать. Хорошо. У Молдовы человека есть куда расти, и это здорово. Мозги у него есть, точно. Ну, это отлично. Ну, то есть надо расковаться, что ли, немножко, да? Ну, видимо, да. Я не видела этого. Уже очень такое серьезное лицо, которое рассказывает о музыке, как о новости. Он читает свой текст, который неустный, получается, да? Да, да, да. Я не знаю, почему Юля ушла из радиоэха Москвы в Перми. Но новый редактор, поэтому... Ну, в общем, не суть. Редактор подбирает себе к нам. Да, да, а суть в том, что я считала ее, ну, одной из самых лучших журналистов. Ну, вы знаете, все, что не делается, все к лучшему. Потому что вот сейчас новая кровь на РБК Пермин. Вот они открылись в прошлом году, идея хорошая. А людей, которые там мне были бы интересны, не было этот год весь. Вот я посмотрю. И, значит, я сейчас думаю, о, Юля, молодец. Теперь вот, как бы, вот новый медиабукет, это всегда интересно. Хорошо. Лена, еще что? Есть о чем посмотреть. Ну, с Татьяной я согласна, потому что она это все сказала. Ну, вот, у меня вот это самое главное было, вот как-то оно врезалось. Все остальное, да, про экологию, тем более, что мы сегодня очень много рассказывали. У меня была девушка в эфире. А, я очень слушала, да. То есть, на самом деле, мы никогда не задумываемся об этом, да. Вот идем покупать магазин. И я теперь думаю, надо будет теперь вот отслеживать прямо, какую тару я беру. Это все хорошо. Лена, вы заметите, эти же проходили все наши волонтеры экологические у нас в студии все побывали. Они вот как-то не зацепили меня ни о чем. И, значит, и теперь это такое городское движение. И это абсолютно непровластное движение. Да. А, зато сейчас с удовольствием ГТРК Перм про них снимает. Да. Спасибо, хотя, что снимают. А вот это вот наша акция, вот это то, что Надежда Багли делает вот эти реки. Да. Я вот тоже ни разу не попадала, но все, думаю, я как-нибудь приду, потому что я живу неподалеку от этого сада Соловьев. Ну, благодаря ей я узнала мулянку нынче. То есть, для меня такое открытие было. Вы не представляете, я с дочерью съездила на эту речку. Мы посидели там, позагорали. Я говорю, ну надо же. Оказывается, кроме Камы есть куда еще и съездить. Татьяна, сделаю плавный переход от этого гражданского экоактивизма к вашим работам, которые вы рассматривали со всей России. У вас тоже та же самая картина. Этот активизм расширимый, там и кладбище, значит, там и могилы разыскивают. Вот. И вы про это все написали. То есть, это все какие-то душевные истории, непровластные. Вот сейчас скажу я свою точку зрения. Вот в этом вот журнале, вот он называется «Журналистика и медиарынок», номер 8 за этот год, там эксперты выступили все. Причем еще раз подчеркиваю, что каждый, это было такое условие, что после того, как, значит, прочитаем все работы. В блоге я ссылку указал, там PDF выложен. Да, да, значит, обязательно сделать публикацию. Это не просто потому, что надо было как бы проанализировать очень многое. Я хочу сказать, я сейчас, кстати, говорю о фестивале, о конкурсе «10 лучших газет России». Это не тот, который был на фестивале в Дагомысе. Там другой был конкурс, там сразу привозят работы. Но поскольку я больше вникала в этот первый фестиваль, хочу сказать о том, что несколько таких наблюдений. Во-первых, как сохранить читателя, то, о чем Влад сказал, это с помощью проектов. То есть вот такая проектная деятельность, направленная на какую-то конкретную пользу, это очень-очень важно. Но это вот, кстати, туда много входит. И «Бессмертный полк», и помощь больным детям, и экологических масс каких-то проектов. Много-много самых разных проектов, их можно каким-то образом анализировать, потому что много чего интересного придумывается. Ну и тут нельзя, конечно, не сказать о втором нашем участнике, которые тоже были отмечены в этом конкурсе, это газета «Березняковский рабочий». Это просто какая-то фантастика. Наташа Мальцева и Максим Посетин, это директор, они работают в таком тесном сотрудничестве. Они столько там всего делают, ну просто какое-то огромное, преогромное количество проектов, в том числе и кадровый проект, потому что 8 предприятий крупных в «Березняках», большая нехватка кадров. В том числе проект по «Провалу», который был 10 лет назад, они сделали специальный проект, спецвыпуск, он на нашем фестивале «Журналистка весна» тоже взял первое место. В том числе они делают какие-то путеводители по «Березнякам». Они начинали с проекта обучения, ну кстати, вот про пенсионеров тоже был интересный сюжет здесь, обучение пенсионеров компьютерной грамотности, то есть это у них было. И когда Максим Посетин, его пригласили как спикера выступить на фестивале в Дагомысе, это просто было что-то удивительное. Его окружило огромное количество людей, он с доброжелательностью, с радостью отдавал свою презентацию. Как они это все устроили? То есть вот «Березняковский рабочий» получил две награды. Одна газета, как газета «Березняковский рабочий» и Наталья Мальцева, удивительный редактор, который, ну, как она все это успевает? Я удивляюсь двум людям, Наталье Мальцевой и Юле Баталиной. Как они все это успевают? Но очевидно, есть такой навык быстрого писания, может быть, быстрого думывания. Вот я думаю, всегда очень медленно. Как говорит Быков, я все мало успеваю, я просто, как говорится, умею это делать. Да, и, кстати, Быков очень хорошо сказал о новом лауреате, Нобелевском литературном. Я своему стыду не читала ни одной книжки. Это мне большой минус. У меня есть тексты английские, но не дошли руки пока. Вот, хочу, ну, теперь поняла, что надо прочитать. Вот, и что, какое наблюдение хочу сделать? Да, вот есть проекты, но тут есть одна опасность. Некоторые газеты впадают в такой раж, что они, значит, газета для проектов или проект для газет. Проекты становятся главными, а тексты, они уже как бы при проектах. Вот об этом сказал Михаил Григорьевич Вяткин, заместитель главного редактора журнала, вот журналистика и медиарынок. И, по-моему, очень точно, потому что вот такой перекос может быть. Второе наблюдение, о чем сказала еще одна моя коллега уже по жюри в Дагомысе, и я с ней согласна, в том, что журналистика становится, просто информирует. Просто информирует. Вот прошли события, она дает какую-то информацию. Причем часто в небольших газетах, есть газеты региональные, они спасают журналистику, они держат этот уровень. Но есть некоторые газеты, и даже материалы этих газет посылаются на конкурс, когда на первой полосе приезд чиновника средней руки, или какая-то презентация, или какой-то праздник. И тогда складывается впечатление, что в нашей стране все танцуют, поют, радуются. Все хорошо, проблем никаких нет. Вы заметили, в таких газетах учителей являются местной администрацией. Вот, и я сделала такой вывод и посчитала в этом материале, даже специально посчитала, что критических материалов, вот из 98 газет, которых я прочитала, их где-то в 12-15. А в основном идет информирование. И это все газеты, или ОНО, или ИП, или там еще какая-то форма, другая собственность, эти все газеты частные, как правило. Хотя есть исключения, есть газеты, у которых, ну, я считаю, что очень много от личности зависит, в том числе от личности человека, который курирует в краевой администрации, или в областной администрации. — Лена, вы замечаете вот эти все газетки, которые бесплатные, которые депутаты наши оплачивают, или администрация районов? — Вы знаете, вот, как бы, не знаю, к счастью, нет. — Вы имеете в виду, которые кладут в ящик? — В ящик, которые, да, вот, нет, они к нам не попадают. — Ну, нет, нам кладут, они информативные, эти газеты, они как бы, ну, там... — Ну, Татьяна, какие неинформативные? Обычно это вот депутат... — Вы пиар считаете, пиар считаете. — Самая крупная там, песочница, не знаю, что-нибудь такое. — Ну, песочница тоже нужна. — Да. Но, вообще, теория малых дел, она в журналистике тоже приветствует. — А, вот, я вспомнила, постоянно приходит газета про здоровье. Я даже не помню, там что-то вечно какие-то, самолечения. — Ну, это рекламная газета. — Ну, это вот, да, то есть ее тоже, вот, и все, ведь больше никаких бесплатных не приходит. Я уже забыла, я помню, мне очень нравилось, вот, по-моему, в Абанк у нас был бесплатный, ведь, да, вот в гипермаркетах различных. — Видимо, сейчас экономия, Лена, только перед выборами они бывают. — Да, да, «Пятница» была газета, мне тоже нравилась, но и раз, интересно. — А «Пятница» сейчас есть? — Да, а я ее не вижу. — Сейчас там редактор Павел Шатров, а, кстати, тоже, это тоже такой тренд, некоторые редакторы уходят в другую профессию, например, Толя Богданова, как я поняла, она сейчас стала, ну, гончарным делом занялась, хотя работаю там в компаньон-магазин или в этом, в новом компаньоне. Еще одна наша коллега, она, по-моему, из Чернушки, она стала плести корзины. — И ушла туда полностью, да? — Ну, да, но она ушла из-за разногласий. — И Юлия Мучник выступала, значит, где-то, наверное, на эфире, и Виктор Мучник, муж, тоже выступал ее, да, оценивали ТЭФИ. Ну, какое время, такое ТЭФИ, действительно, о чем мы возмущаемся? Как будто у нас вот политика лучше, да, о журналистике. Сейчас к журналистике еще вернемся, Татьяна. Теперь вот в Пермскую журналистику, там еще был сюжетик, я просто его не заметил, я скажу. И меня это, честно говоря, не то что возмущает, обижает, может быть, даже, да, как талантами разбрасывается. Там Роман Попов, честно видите, он, да, делает сюжет, ну, про выставку, но который может сделать любой начинающий репортер. Вот зачем микроскопами забивать гвозди, скажите мне? Роман Попов выдающийся политический интервьюер, но, как вы понимаете, на ВИТе интервью политических быть не может. Он был на ЭХИ, главным редактором. На ЭХИ могут быть только интервью, интервью могут быть не политические, а могут быть пропагандистские, заказанные депутатами. Вот это мое личное мнение, оценочное осуждение. Я же не знаю, Влад, историю ухода Романа Попова из ЭХА, не знаю, но то, что вот я вижу сказки на ночь, он как философический такой иногда, я смотрю, мне там очень нравится Полина Рифа. Полина Рифа, она просто хороший, как бы, автор спецрепортажа, она же не была раньше главным редактором, правильно? И у нее истории очень. Она на своем месте. История, да. Потрясающие у нее бывают репортажи из Кам, войны, откуда угодно. А Роман Попов, вы думаете, там задержится? Я думаю, он там не задержится. Нет, я про то, что, как бы, у нас какие-то пермские СМИ искаженные. Некоторые таланты, которые у нас есть, вот прямо выкованные, да, их не ценят. Остальные уезжают? Ну, я не знаю, многие, конечно, уезжают, но, с другой стороны, от себя не уедешь. И надо понимать, что когда ты уедешь, чем-то ты будешь заниматься. Я вот пока не забыла, должна сказать еще обязательно о том, что специальный диплом получила в Дагомысе Лариса Огородникова. Вам тоже хорошо известна. Это наш Октябрьский район. Да, Октябрьский район, газета «Наша газета». Она подала свое издание как специальный проект, а там такая номинация была. Давайте напомним коротко, что, значит, она поссорилась главой района, потому что была слишком независимая от него. Да. И что в итоге? Даже не столько, что она независимая, просто она хотела говорить то, что есть на самом деле. Да, прошел год, что у нее с газетой? Сейчас скажу. О главе хотелось, он считал, что как бы район она задвигает, не продвигает его. Газета живет, газета есть. На свои деньги. Да, Лариса стала учредителем, и вместе с ней из 12 человек коллектива редакции ушли в газету «Наша газета», а газета «Муниципальная вперед» осталась, ушло 11 человек. Это вместе с ней ушли, да? Вместе с ней. То есть там остался, главным редактором стала корректор. Это корректор, который был в этой газете. Ну там, с другой стороны, если публиковать только информационные, значит, заказуху губернатора нашего нового, оплаченную, что там? Там, сейчас в этой газете «Вперед», как мне Лариса сказала, мы с ней жили в одном номере, и понятно, что все вечера у нас были заняты разговорами о том, что нам всего более интересно, то есть о журналистике, о Пермской в том числе, и о том, что мы слышали, увидели в Дагомысе, там много чего было любопытного. И да, и еще тут вы, наверное, не знаете, самый острый журналист, который работал у Ларисы Анатольевны в газете «Вперед» Игорь Пирожков, он победил на муниципальных выборах и стал депутатом земского собрания. Причем совершенно без денег. Татьяна, вот я слышал слух, мне кажется, что не то я услышал, что сейчас у нас тут заказуху, которую губернатор нам везде рассылает по районкам за деньги, теперь ей распоряжается Лобанов. Ну, нет, нет, что значит Лобанов распоряжается? Это было до Маркевича. То есть какая была система? Маркевича погнали поганой метлой. Да, это так называемый... Говорят, он украл миллион долларов у нас из бюджета. Это господдержка. Есть такая статья информационная, освещается деятельность... Ну да, органов власти. И это господдержка, на самом деле, для ребят это важно. Все районки их тратят на бумагу, наверное, на тираж. Ну, на тираж, на многое чего. Просто районки-то, они же ведь на ладан дышат. И вот то, что вернулось сюда, это плюс Лобанову, большой плюс. Попробуй там что-нибудь напиши против губернатора. Сразу отберут и все. Ну, против губернатора, пока еще он только начинает, мы не знаем, что там писать. Да им, наверное, и наплевать на него. У них там свои дела. Ну, проблем своих много, но когда губернатор приедет, конечно, про него расскажет. Как сейчас работает структура-то? Сейчас этим распоряжается, этим занимается Ольга Лоскутова, ей это поручено. Она размещает через Домжур, ну, через Союз журналистов, да. Она по этим договорам рассылается, ну, я не вникала в это глубоко, рассылаются какие-то тексты, и они размещаются за определенные деньги. А эти бюджеты, они такие же остались, как в прошлые годы? Влад, я не знаю. Честно говоря, не знаю. Это вопрос Игорю Вячеславовичу и кто-то. Сейчас не знаю, кто в этом. Ну, может быть, вот в эту рубрику пригласим снова. Вам надо Лобанова позвать. Да, ближе к Новому году, да? Знаете, еще какой повод? Повод еще какой? Значит, на этом, в Дагомысе... Гайдаровский конкурс? Гайдаровский, да, он сейчас уже объявлен, и там жюри уже выбрали. Повод такой, что будет собран неочередной съезд журналистов. Он будет собран 25 ноября. Да. Вот. И от нашего края... Пермский? Нет, российский. Нет, российский. В российский неочередной съезд. От нашего края надо будет выбрать 15 журналистов на этот съезд. Неочередной съезд. Это вот был федеративный совет, куда входит Игорь Лобанов. А для чего, Татьяна, вот в неочередной съезд необходимо? Я не могу сказать это точно, но мне кажется, что плохое самочувствие у нашего... Богданова. У Богданова. Он, мне кажется, что... Я вас про это уже спрашивала, но вообще как бы в Москве, никто его не знает. Ну, из ведущих журналистов страны. Кто он такой вообще? Да, конечно, знают. Не знают? Да знают его. Как не знают? Разумеется, знают. И Союз журналистов знают. Но он чиновник, наверное, все-таки, не журналист. Но он начинал когда-то в... То ли в Астраханьке, то ли в Мурбанске, то ли в Архангельске. На самом деле он много чего делает и делал. Просто вот это вот... Но, видимо, он занимается только районными газетами. Ну, значит, нет. Значит, Влад, я хочу сказать, что существует предвзятое мнение к Союзу журналистов. От кусок либеральной московской. Да, который очень много делает. На самом деле, вот защита вот этих всех... Вот есть такая группа в Фейсбуке, журналистика и медиарынок, может быть, вы знаете. И если туда посмотреть, там, ну, во-первых, обсуждаются проблемы, очень многие, и даются очень многие конкретные советы. То есть, например, когда глава увольняет главного редактора, Союз журналистов прямо из Москвы вступается. Да, и именно это сделал Владимир Леонидович Косютин. Это секретарь... Нет, у него замов несколько, я эту структуру эту хорошо не знаю. Но Косютин как раз занимается вот этой прессой. И была публикация Ларисы в газете «Журналистика и медиарынок» в первом номере этого года. Она там выступила. И было много выступлений в ее защиту. И, кстати, Игорь Лобанов с Поезжаевым, с главой разговаривал, и Ларис уже вернулись сперва на место. Вот это так же приятно, Татьяна, да, что журналисты друг друга отстаивают. Вот эта корпоративная солидарность, она есть. Она существует, и она существует в Союзе журналистов. Поэтому катить бочку на Союз журналистов, наверное, есть много претензий. Но и много есть очень полезного и хорошего, что Союз делает. Вот об этом фестивале в Дагамусе. Там было около 200 всяких встреч, мероприятий, так скажем. Можно было выбрать, что ты хочешь, куда тебе надо. Если тебе надо встречу с каким-то интересным журналистом из Центрального Союза, пожалуйста. Если тебе надо онлайн-журналистика, пожалуйста. То есть организацией вы очень довольны, да? Там было куда пойти, что посмотреть. Там была одна проблема, что ты не мог разорваться. Хотелось всего и сразу, да? Ну, у нас, кстати, в Премьер тоже иногда так бывает. Лена, а вы кого знаете из журналистов российского уровня, которые вы читаете или смотрите, любите? Для меня вообще журналистика вот новая, совершенная. Я же не журналист. Это благодаря вам, Влад, я как-то вклиниваюсь в это. Лена, мы с вами не журналисты. Я тебе не скажу, мы не журналисты, Татьяна. Мы гражданские медиа-активисты. По сути, наш проект такой же. И что? И что за это? И, кстати, был круглый стол по гражданской журналистике. И вот пандан к вам, когда вы писали вашу статью, что вот активизм, люди им заигрываются, да, эти редакции, превращаются. Я считаю, что для некоторых газет, может быть, это неплохо, потому что вот Джефф Джарвис, американский медиа-профессор, преподающий, значит, я его читал, про новый концерт журналистики в 21 веке, он говорит, идите в местные сообщества, выясняйте их потребности и используйте свои навыки для того, чтобы для них сделать продукт, проект. Правильно. Вот мы этим занимаемся, как бы мы, я сейчас придумал, что у нас сейчас это живая медиа Пермская энциклопедия, видео, радио, эфир. Да, я про это не знала, но это очень хорошее начинание, и оно очень полезное для многих. Вот хочу еще... Это ваша книжка. Это книжка наша общая, называется «300 советов молодых журналистов разного возраста». Здесь собраны публикации из журналистики и медиарынка за прошлый год, или, может быть, за последний. Это общероссийская, да? Это российская книжка. Да, ваши есть тоже там советы. Есть мой. Пять советов. Есть советы от Марины Вагиной, это журналистка из Соликамска. Есть советы от Ольги Лоскутовой. Вот тут три автора этих. Это для печатных журналистов? Это для журналистов всяких. Здесь и телевизионные журналисты выступают, и все. И вот ее можно выписать из союза журналистов, из журнала журналистика и медиарынок. Я очень... Татьяна, бумаги не читаю. Я очень люблю электронные версии. Ну, залезьте в электронку, может быть, она и есть в электронке. Но тут вот настолько важно для тех, кому 50 лет, для тех, кто начинает, как вы, заниматься журналистикой. Вот очень важные советы. Если у нас будет время, я бы один из этих... У нас осталось 4 минуты. 4 минуты. Я бы один из этих советов, Леонида Шинкарева, это наш известный... Зачитайте, журналист. Зачитайте, читайте. Я прочитаю, но не сейчас. Я сейчас хочу сказать про один проект и еще про одну вещь. Вот один из проектов, значит, я оценивала проекты городских газет вместе с коллегами из Ульяновска и из Тюмени. И вот совершенно уникальный проект. По пятницам газета еженедельная. Каждый из журналистов писал про свою книжку, маленькое эссе, которое он прочитал, которое считает нужным. Вот в течение нескольких лет такой проект выходил. Именно журналисты, потому что... Для меня это очень важно, потому что мне очень важно, чтобы журналист был человеком высокообразованным. Чтобы он был... Чтобы он многое знал. Чтобы он не видел только... Уска какой-то, да? Какой-то, да? Подставка, чтобы... Не каждый журналист высокообразованный. Надо, чтобы был. Вот. И вот они сделали такую книжку, «Экслибрис». Я понимаю, что все мы дилетанты, но когда мы какой-то темой начинаем заниматься, значит, мы туда влезаем глубоко. Вот книжка, которая сделана читателями и журналистами газеты «Тюменский курьер». Вот мне это кажется очень и очень важным. Ну и... То есть это снова проект? Это проект. Это проект. Так вот, проектная деятельность... Ну, это сейчас общее место, в общем-то, проектная деятельность. И последнее, о чем бы я хотела сказать, это наш с Мариной Геннадьевной Вяткиной проект при Союзе журналистов. Мы ведем школу практической журналистики. И вот с ноября мы сейчас набираем... Третий год уже ведем. Сейчас мы набираем курс новый. У нас там народу немного бывает. Это 6-7 человек. Для журналистов городских и районных газет и для тех, кто хочет понять... Ну, Валерий Панюшкин, мой любимый журналист, говорил, что, в принципе, я могу рассказать все про журналистику за полтора часа. Валерий Панюшкин в итоге стал... Сейчас он не журналист, он сейчас общественный деятель в области благотворительности. Но, тем не менее, он пишет все время. У него свой портал. Так просто. Но дело-то в том, что мы... Вот будет ноябрь, декабрь, январь. У нас два курса. Один называется «Учимся жанром». И второй называется «Журналист пишет на помощь». Поскольку я много лет читала курс социальной журналистики в нашем университете классическом, потом его там закрыли по каким-то причинам, и мы набираем туда ребят, в том числе, журналистов городских и районных газет, а также тех, кто в городе хочет. Это у нас вебинары. Мы ведем такие вебинары. Марийный телефон, можно могу сказать? Да, конечно. 2-12-77-01. 2-12-77-01. И тут еще маленькое предисловие. Я считаю, что талантливых людей не обязательно получать журналистское образование, хотя это очень важно, потому что это дает как раз то образование, которое я считаю необходимым. И есть в городских и районных газетах журналисты пришли работать учителям, пришли работать библиотекари, пришли работать какие-то общественные деятели. Им надо какой-то инструмент начальный в руки. И мы как раз этим занимаемся. У нас школа практической журналистики. Если у главного редактора не доходят руки иногда, для того, чтобы разобрать досконально, то я это делаю по электронной почте. И мы придумываем план материала, и придумываем и заголовок, и что хорошо, и что плохо. Идет совершенно конкретный разбор материала, потому что школа практической журналистики. Ну и ссылка есть в блоге на вашу статью, про это там все данные указаны. Лена, что-нибудь душевное, и мы закончим. Так просто здорово. Я хочу прочитать. Да, 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 давайте. Просто вот я бы хотела у вас эту книгу взять. И вам, Лена, вам стоит прочитать. Да нет, у меня нет. Я люблю, кстати, от вас, в отличие от вас, очень бумажные книги. Так, сейчас, подождите. Это Леонид Шинкарев. Татьяна, вот ваши ученицы. Человек пришел из другой профессии. Да, это очень важная часть. Правда, вы учите больше печатной журналистики, на тем не менее. Так, у нас минута. Да, осталось минуты. И я хочу завершить. Я эту книжку, я ехала поездом из Москвы, прочитала. И тут очень много полезного. Вот, смотрите, это пишет Леонид Шинкарев. Он еще журналист тех вот еще известий прежних. И вот он пишет. Чтобы не говорили о новой журналистике, в ней, как в старой, даже древней, истинный ее цвет составляют те, кто понимает и несет, независимо от места службы, даже от хозяина издания, свою высшую в отпущенную нам жизни миссию. Помогать, защищать беззащитных всегда и везде. Только у того, чья душа страданиями человеческими уязвлена стала, ощущаешь проницательный взгляд, к нему приходит точное слово. Мы-то с вами знаем, как много вокруг людей, которые их не хотели слушать и не услышали, а иные, и дороги-то не ведут к храму справедливости. Найди время, выслушай, посоветуй, посоветуй, если надо, доведи до двери. Позвони, в конце концов, тебе лучше знать, куда. Может быть, на старости лет тебе за это простятся какие-то грехи. Не откладывай. Как говорил у нас в «Известиях» обожаемый мной Юрий Левитанский, жизнь длинная, а проходит быстро. Спасибо. — Лена, вот это про миссию. — Про миссию, да, 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 мы услышали. — Я все же, что я сейчас говорю, Лена, мы про миссию здесь. — Конечно. — И Татьяна про миссию. — Да, конечно. — И журналистика про миссию. — Конечно. — Потому что про жизнь живая. — Алексей Волин есть, знаете, который... — Микрофон. — А, еще что-то. — 30 секунд. — Вот есть такой Алексей Волин, он в Министерстве связи, и один раз мы были на конференции в МГУ, и Алексей Волин сказал, так вам что, шашечки или ехать? Какая вам миссия? Это не миссия, это сфера обслуживания. И весь зал в МГУ, этот огромный зал затопал ногами и засвистел. — Он сам слуга государев, а мы свободные граждане. — Да, возможно. В какой-то степени. — Живые. — А, живые. — Живая голова. — Живая голова. — Спасибо.